Здоровенькие булы мои вампирузи! Как это ни странно, но с вампирами у нас оказывается есть общие черты. Крой мы тоже прячемся от солнечного света, предпочитая днем спать, а ночью играть во всякие непристойности. Поэтому тыц не подавайку, если ты в душе кровосос или кровососка, потому что этим видео я поделюсь своими впечатлениями от одной из самых легендарных игр про этих самых вампиров. The Masquerade Bloodlines, которая вышла в далеком 2004 и с тех пор, как только кто-то произносит ее название вслух, ее тут же кто-то бежит устанавливать и перепроходить в сотый раз. Несмотря на систематическую работу над бэклогом непройденных игр, до Bloodlines я добрался только в этом году и то по рекомендации одного близкого сердцу бульбоеда. Вообще рекомендации друзей как-то странно работают. Когда мне кто-то советует что-то из не особо актуального, зачастую я рад потратить время на то, что потенциально не мое. Но когда я предлагаю другу поиграть в какую-нибудь древнюю JRPG, реакция выглядит приблизительно клинической. А я-то что? Я человек простой. Мне говорят, что это легендарная и лучшая ролевая игра про вампиров. Я иду это дело проверять. И свой рассказ о том, что из этого получилось, я традиционно начну с сюжета, где мы обойдемся без кровавых спойлеров. Вселенная игры носит немного пафосное, но красноречивое название — мир тьмы. Именно в этой условной тьме рядом с людьми и втайне от них живут и здравствуют всякого рода сверхъестественные существа. В Bloodlines в свою очередь уделено особое внимание именно вампирам, как и в одноименной настольной игре Vampire the Masquerade, на которой основана Bloodlines. Вообще Bloodlines — это не первая игра, выпущенная на основе Vampire the Masquerade. И до нее в 2000-м выходила еще Redemption, в связи с чем возникает вполне резонный вопрос — нужно ли играть хоть во что-то из названного, чтобы понять происходящее в Bloodlines? Слава Панцу — нет, не нужно. Bloodlines является не прямым сиквелом Redemption, так что связаны они всего лишь общей вселенной Vampire the Masquerade. А вселенная эта хоть и богата на события как минимум в дюжине романов, читать их тоже вовсе не обязательно. По вступительной заставке вам покажут обычную жизненную сцену того, чем люди и вампиры занимаются, когда не играют в видеоигры. После чего вас, собственно, превратят в вампира и тут же отправят под суд, так как челик, который вас обратил, по вампирским законам не имел на это права. Его конечно же казнят, а вас по какой-то причине оставят в живых, после чего вы верой и правдой будете служить своему новому хозяину. Или не вера и не правда, это уже от вас зависит. В общем, несмотря на богатый лор мира тьмы, все что вам нужно знать, игра объяснит самостоятельно или с помощью интересных персонажей. Они настолько клевые, что если бы они учились в школе для персонажей, то они наверняка были бы круглыми отличниками. Что до вашего героя, то вы вольны выбирать для него пол и один из семи вампирских кланов, выбор которого в некоторых случаях является ключевым для дальнейшего геймплея и сюжета. Я сделал акцент на некоторых случаях, потому что принято считать, якобы все семь кланов чуть ли не одинаково важны для разнообразия в игре, но это далеко не так. Я вам так скажу, чтобы полноценно вкурить все, что предлагает игра в плане отыгрыша, вам достаточно поиграть в игру трижды. Один раз милашкой Носферату, второй раз конечно же целомудренной и ни разу не сексуализированной молковянкой и третий раз любым другим кланом на выбор. В дальнейшем перепроходить игру захочет только тот, кто окончательно в нее влюбился, чего обо мне не скажешь. На самом-то деле не сюжет игры является ее преимуществом в рамках контента, а возможность отыгрыша роли, который для себя выбрал игрок. В Bloodlines все-таки ролевая игра, не так ли? Так вот для своего времени и даже по сегодняшний день отыгрыша роли в Bloodlines сделан на удивительно высоком уровне, но как оказалось для меня этого мало. Если вы еще не играли в Bloodlines и вы поверите на слово, что она и правда лучшая на сегодняшний день ролевая игра в плане отыгрыша роли вампира, обзор можете дальше не смотреть. Любые преимущества и недостатки геймплея, которые назову в дальнейшем, вам покажутся несущественными. Игровой процесс для опытных игроков мне описать проще всего. По моим впечатлениям, Bloodlines это по большей части старая добрая Deus Ex только про вампиров. Из ключевых отличий я, пожалуй, могу выделить только упомянутый ранее отыгрыш роли и ближний бой. В Bloodlines, как по мне, куда больше акцента именно на нем, а не на огнестрельном оружии. В боевой системе мы еще вернемся, а пока, пожалуй, стоит объяснить для тех, кто не сном не духом, что это за Deus Ex и почему я ее вспомнил. Вот, собственно, как вы будете играть в Bloodlines. Вы будете читать много диалогов, принимать долгоиграющие и влияющие на дальнейший сюжет решения, ну а рядовые задачи решать удобным вам способом. Либо как в Overwatch идти на таран, либо келять всех по стелсу, попутно взламывая замки, камеры наблюдения и даже компы. Кстати, интересным нюансом в работе местных операционных систем является то, что они сугубо командные. Все нужные операции после взлома вам нужно вводить вручную. Ну теперь для доступа к почте нужно так и написать почта и так далее. В общем, такая вариативность прохождения в играх мне всегда нравилась, и Bloodlines тоже старается держать планку качества, но получается у нее не всегда. Во-первых, взлом компов и стелс очень часто связаны с довольно неприличными игровыми условностями, когда важные инфа или пароли или карточки доступа небрежно валяются прямо посреди локаций, как будто местные службы безопасности вообще наплевать на здравый смысл. Ну а во-вторых, боевая система игры, будь то ближний бой или дальний, на мой вкус, это одно большое и кривое недоразумение, с которым мне приходилось мириться, никак не наслаждаться. Я был бы рад, чтобы игру можно было полностью пройти стелсом, но, увы, это невозможно. В игре хватает как обычных локаций, так и боссфайтов, в которых не обойтись без схваток. Управление в бою неотзывчивое, анимация ватная, ваш вампир нифига не ловкий, как Castlevania или Soul River. Но оно-то и понятно, все-таки Bloodlines это не экшен-адвенчер и не слэшер. Она, собственно, и не шутер, так как ганплей в игре еще в более плачевном состоянии. Что до упомянного ранее боссфайтов, то ничего интересного, кроме последних двух, можете не ждать. И то, своей кривой сложности, эти двое в конце ставят на место любого, кто думал, что уже прилично прокачался. В общем, взамен на отыгрыш ролей и вариативность прохождения, лично мне приходилось тушить пожар то в одном, то в другом пригоревшем месте геймплея. При этом масло в огонь подлевало техническое состояние игры и даже местами ее оформления. Причем речь об оформлении не только эстетическом, но и, так сказать, функциональном. Например, захожу я в ресторан, мне предлагают подняться на лифте на встречу с хозяином заведения. Только лифта я в упор не вижу. Облазив локацию вдоль и поперек, я наконец замечаю, что на внутренней стороне стойки, за которой стоял непись, есть маленькая кнопка, которая вызывает долгожданный лифт. Здесь, наверное, не лишним будет акцентировать внимание на том, что на момент релиза Bloodlines была абсолютно неиграбельной каловой массой непереваренных багов с минимальным количеством тестов. Это ни для кого не секрет. Разработчиков подгонял издатель, ей пророчили конкуренцию с Half-Life 2. В итоге игра вышла сырее некуда, потом разработчики некоторое время пытались ее реанимировать и с тех пор она проходила постепенную реабилитацию в руках любящих фанатов. И знаете что? Таким фанатам позавидует любая современная игра. В наши дни, после того как к игре применяешь удобный неофициальный патч, она становится полностью играбельной. Вот только поймите меня правильно, она все еще во многих местах выглядит необычайно кривой. Как в моментах геймдизайна, так и в моментах, когда персонажи ходят будто впервые стали на ноги. Поэтому я в очередной раз, как и в любом своем другом видео, напоминаю вам, что я не гоняю лысого на графику. Одна из моих любимейших игр в жизни выглядит вот так. Другая вообще вот так. Ну вот в чем фишка, в рамках заданного арт-дизайна и геймдизайна в них все работает так как надо, ничто не бросается в глаза, как что-то поставленное на костыли. Bloodlines в моих глазах этим похвастаться не может, поэтому по большей части опять-таки в моих глазах Bloodlines выглядела мерзко. Другое дело, что звучала она по большей части хорошо. Больше того, пара песен из саундтрека оказались настолько мелодичными и липкими, что с легкостью оказались в моем плейлисте. Жалко только, что звук игры в целом не переставал напоминать о том, какая она все-таки кривая и недоделана. Довольно часто в игре будут моменты, когда вы якобы слышите звуки города, звуки проезжающих мимо машин и так далее, но только город перманентно будет постоянно пустым за вычетом пары пешеходов, а проезжающих мимо машин не будет вовсе. В конечном итоге эту игру конечно хочется советовать хотя бы попробовать, нежели обходить стороной, но это пожалуй стоит делать с огромными скидками не в связи с возрастом игры, а с тем насколько вам важнее от игры Шролли в ролевой игре по сравнению со всеми остальными аспектами геймплея и геймдизайна. Потому что на самом деле для своего возраста это невероятно продвинутая игра, но все кроме классического ролевого аспекта и вариативности прохождения в ней настолько кривое, что ей не особо помогли все те патчи, которые за все это время оформили для нее любящие фанаты. На этом у меня все, если вам было интересно не забудьте тиснуть под абайку, проверить описание к видео и подписаться на канал, если все еще не подписаны. С вами на связи был Дмитрий Науменко, чао!